Физкульт-привет, друзья! Кто не спит так поздно, новогодние праздники, у нас пока что еще 1 января, всех с наступившими, всеми праздниками, и время полпятого всего. Угадайте, какой зал работает всегда без праздников, без выходных, 24 часа в сутки. Все верно, наш. Куда мы и едем. У меня сегодня будет тренировка, дельты, легкая тренировка, наверное, ее тоже покажу в прямом эфире. Почему легкая? Ну, во-первых, потому что я последние 8 дней не тренировался, только растягивался по причине простуды, какого-то вирусного заболевания. Не знаю, что это было, но очень неприятно. Сопли, горло, кто через это проходил, сами знаете. И я не раз уже говорил, что лучше, если у вас на носу никакие не соревнования, ничего вас не поджимает, лучше дать организму отдохнуть, не перенагружать свою систему, особенно иммунную систему, чтобы она справилась с болезнью. А потом начать потихонечку тренироваться. Это гораздо продуктивнее, безопаснее и лучше всего. Если вы смотрите мой канал, инстаграм, значит, все-таки вы, скорее всего, приверженцы трезвого образа жизни, за что от меня лично огромный респект. Удивляюсь, когда люди, а может не удивляюсь, говорят о том, что как же не выпивать, ведь нужно как-то расслабляться, нужно как-то веселиться. Неужели действительно вы не можете веселиться, отдыхать, развлекаться по трезвой голове? На мой взгляд, это действительно больные люди, которые не могут расслабиться без алкоголя, которым, чтобы повеселиться, нужен алкоголь. Но это ненормально, друзья. Пересмотрите свои приоритеты. Если у вас нет никаких серьезных показаний к применению алкоголя, а их не может быть, лучше откажитесь от него полностью. Поверьте, ваша жизнь изменится, все изменится, будет гораздо лучше и эффективней. И никогда не слушайте никого, которые люди говорят, что алкоголь даже в малых дозах, не даже, а в малых дозах болезнен. Такого нет. Алкоголь вреден всегда однозначно. Единственное, о чем говорят грамотные медики, что он может быть, может не так быть опасен, если это сухое красное вино, раз в 10 дней, друзья. И, естественно, не бутылка, а полстаканчика. Кто так выпивает? Никто. И запомните, не может быть культурной пьянки. Это все равно, что культурно побеспредельничать, понимаете, это просто несовместимо. И если вы хотите быть реально здоровыми и физически, и духовно, и умственно, потому что алкоголь влияет на все эти сферы, лучше от него полностью отказаться. Но это мое субъективное мнение, вы можете его не придерживаться. Но я рекомендую. Что будет в ближайших выпусках на канале? Будет серия из видеороликов о каждой части менструального цикла для девочек, для девушек, для женщин. Как тренироваться в каждую из фаз. Относительно питания, относительно тренинга, восстановления. Все это будет подробно рассказано вам в отдельных роликах. Также будет в ближайший ролик расскажу вам, можно ли лично вам сжать штангу. Конкретно из-за головы, с груди, или даже использовать жим лежа. Будет простейший тест, и вы обязательно должны его пройти, ознакомиться и научить, что самое главное, своего тренера, своего инструктора. Чтобы он тоже понимал, как и кому можно работать со штангой. К сожалению, этого вы нигде больше не встретите. Я лично нигде не встречал. Если кто-то где-то встречал, покажите мне. Извиняюсь заранее. Но я нигде за 25 лет никогда ничего подобного не встречал. Также покажу упражнения на стабилизацию всего плечевого пояса. И на укрепление непосредственно сустава плечевого. Что очень и очень важно. Это будут интереснейшие упражнения на ротаторную манжету плеча. А вы знаете, что именно ротаторы это то, из чего состоит вообще плечевой сустав. На самом деле ротаторы это и есть плечевой сустав. И их нужно тренировать. У меня уже есть ролики с упражнениями, как это делать. Но это будут отдельные другие совершенно упражнения, которые я вам раньше тоже не показывал. Будет много про суставы. Потому что у меня такая проблема. Я сейчас преодолеваю. Но операцию решили мы с женой не делать. Потому что это очень дорого. И когда получишь страховку, можно реально сэкономить. Около 15 тысяч долларов. Я думаю, вы понимаете, это не маленькая сумма для любого из нас. Но самое главное, что доктор сказал, я могу так же продолжать тренироваться. И не должно быть никаких ухудшений. Хотя я испытываю боль постоянно. Даже иногда просыпаюсь от того, что чувствую боль. Это неприятно. Но я уже с этим смирился. Реально живу с этим. Уже даже не обращаю на это внимания. Единственное, иногда бывает очень больно в некоторых упражнениях. Я стараюсь эти упражнения не делать. Либо как-то нивелировать боль. Используя различные углы, различные амплитуды движения. Укороченную, либо ограниченную. Но обо всем об этом я вам тоже в роликах рассказывал. Обязательно, мальчишки и девчонки, присылайте видео. Вот первое видео вы уже можете посмотреть прямо сейчас. Зайдите ко мне на канал Heavy Metal Gym. Прислала девушка замечательный ролик. Снимите ролик с тестовой тренировкой в идеале. Либо просто ролик о себе, о своих тренировках. Как вам помогают мои советы или не помогают. Как вы тренируетесь. И каждый, кто сделает грамотный ролик, получит от меня подарок. Я бесплатно включу вас в мою закрытую группу. Где на каждую новую неделю я предоставляю тренировки. Отдельно для парней, отдельно для девчонок. По принципу периодизации, относительно различного типа мышечных болок. Единственная просьба. Вот уже было несколько роликов. Просто человек снял на телефон. Причем вертикально, очень далеко. И прислал мне это видео. Друзья, такие видео я не буду выкладывать. И естественно вы не будете получать бонус. Подойдите пожалуйста серьезно. Сейчас вступление в группу на данный момент стоит 250 долларов. Хотите сэкономить? Я даю вам такую возможность. Особенно тем, у кого нет возможности платить. Но и вы будьте добры, относитесь уважительно ко мне. Но в первую очередь ко всем зрителям моего канала. Потому что я буду выкладывать ваши ролики на YouTube канале. Поэтому можете снять любую вашу тренировку. Снимите приветствие, снимите прощание. И какой-нибудь рассказик. 5-10 минут будет достаточно. Просто подойдите серьезно, с уважением к этому делу. Увидите, вам это понравится. Если вы не можете монтировать, наснимайте и присылайте мне на почту. Просто общий материал я сам смонтирую и выложу. Это не страшно. Но главное, видео горизонтальные, не вертикальные. И постарайтесь, чтобы хороший был звук. Повторяю, каждый, кто сделает это, получит от меня вот такой шикарный подарок. А тот ролик, который наберет от вас уже, от зрителей, больше всего лайков, комментариев, получит супер подарок. Целый год бесплатного онлайн тренинга. Я думаю, есть смысл поднапрячься. Во-первых, вы откроете в себе новые возможности. Вдруг вы супер блогер. Вдруг у вас талант именно к этому. И мы откроем все вместе ваши таланты. Не стесняйтесь. Только придурок и последний тролль будет вас критиковать у меня на канале. У меня на канале таких немного. Они есть, но они безобидные, смешные. И без них жизнь была бы скучной. Любой, кто не может воспринимать критику в свой адрес без улыбки, наверняка имеет какие-то комплексы. Поэтому, друзья, смело критикуйте, но без оскорблений, без унижений. И если вы что-то пишете критическое, то находите в себе смелость, мудрость обосновать это. Почему? Что вам не нравится? Потому что комментарий типа, а, ролик говно, выключил. Это говорит только о том, что у вас в голове говно, вы говно и вся ваша жизнь говно. Потому что это не комментарий. Это говно. Хотите, напишите. Я вот не согласен с этим и с этим, поэтому ставлю дизлайк. А нужно так вот и вот так вот. Тогда будет вам уважение. Никто не скажет вам, что вы хейтер или что вы тролль. И я, тем более, никогда не скажу. Я ценю такие комментарии. Я уже не раз говорил, что на самом деле, мне, конечно, очень приятно, когда вы меня хвалите. У меня вырастает корона. Моя жена ее постепенно шваброй потом сбивает. Всем это нравится. Но самое главное, когда вы пишете конструктивную критику, это помогает развиваться, по крайней мере, мне. Дальше я смотрю немножечко на себя со стороны. Пускай мне это даже и неприятно. Иногда может быть. Но я понимаю, что все мы люди, все мы делаем ошибки. И я допускаю, что у меня тоже могут быть ошибки. И кто, если не вы, укажете нам на них. Нам, я имею в виду, блогерам. Обязательно, обязательно, друзья, развивайтесь. Никогда не зацикливайтесь ни на чем одном. Не будьте однобогим. По той простой причине, что развиваться всегда приятно. И самое главное, мозг наш тоже, как и мышцы, атрофируется. Это доказано уже. И если не давать ему нагрузку, то мы просто, напросто тупеем, стареем и умираем. Самое главное, что получайте позитив от того, что вы делаете. Старайтесь в этом году избавиться полностью от негативного говна в своей жизни. Это касается людей, с которыми вам не хочется общаться. Поверьте, вам только будут одни плюсы. И я на себе уже не раз испытал, что в основной своей массе, те, кто называет себя вашим другом, таковым не является. Он с вами по той или иной причине. Причины могут быть разные. Конечно, дружить можно, помогая друг другу и бескорыстно. Но в основном, если это не идет с детства, это уже, на мой взгляд, какое-то взаимное сотрудничество, когда вы друг другу что-то помогаете. Но старайтесь находить людей позитивных. Даже если человек грамотный, но он негативный, лучше с таким человеком не общаться. По простой причине, что в ваш мир будет входить негатив. Хотите вы этого или нет. А я не раз встречал уже даже такое утверждение от медиков, что шизофрения заразна. Будете общаться с негативными людьми, все равно будете пускать в свой мир кусочки негатива, которые будут потом на вас сказываться, где-то в подсознании откладываться. Так что, друзья, всех с наступившим Новым Годом. Желаю, чтобы этот Новый Год стал для всех по-настоящему самым-самым позитивным, продуктивным за всю прошедшую историю. Вашу и мою. И так должно быть из года в год. Обязательно тренируйтесь, не перетренировывайтесь. Кстати, большой проект готовлю тоже для натурального тренинга, где буду показывать, как минимально нужно тренироваться. Сколько упражнений минимально на каждую группу мышц. По той простой причине, что 99% натуралов тренируется безграмотно. И это не их вина. Это вина всей бизнес-индустрии в целом. Так что, друзья, увидимся в тренажерном зале. А кто хочет, то буквально минут через 5-10 я включусь снова. И вы увидите мою тренировку на Дельте в прямом эфире. Всем пока. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что оставляете комментарии. Увидимся в тренажерном зале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok